Трамп Россия заявила о выводе большинства своих людей из Венесуэлы Попытка госпереворота в Венесуэле Трамп Россия заявила о выводе большинства своих людей из Венесуэлы 20.52 РИА Новости Сергей Гунеев Президент США Дональд Трамп РИА Новости Сергей Гунеев Президент США Дональд Трамп Архивное фото Вашингтон, 3 июня РИА Новости Президент США Дональд Трамп заявил, что Москва якобы проинформировала Россия проинформировала Вашингтон о выводе большинства своих людей из Венесуэлы. Россия проинформировала нас о том, что она вывела большинство своих людей из Венесуэлы, написал президент США в своем Twitter, не приведя подробностей. Ранее, со ссылкой на неназванный источник заявила, что число российских специалистов в Венесуэле сократилось до нескольких десятков. По данным издания, за несколько месяцев число специалистов Растиха, которые якобы отвечают за подготовку венесуэльских военных и консультации по контрактам на поставку вооружений, сократилось примерно с одной тысячи до нескольких десятков. Как сообщили РИА новости в пресс-службе Растиха, цифры в СМИ о штате сотрудников Растиха в Венесуэле преувеличены в десятки раз, а состав представительства остается неизменным много лет. Посол РФ в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информации об отзыве российских военных специалистов из страны, назвав это новостью, которая не соответствует действительности. 3 мая, 8 часов. США готовятся к последней атаке на Венесуэлу, миллионы и наемники. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что российские военные специалисты находятся в Венесуэле на законных основаниях, обеспечивая обслуживание поставленной в латиноамериканскую страну военной техники. В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной Ассамблеи Хуан Гуаида незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаида. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали президентский статус Гуаида несуществующим. Россия также неоднократно предостерегала США от военного вмешательства в дело Венесуэлы. В частности, зам главы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что это было бы катастрофическим сценарием. По его словам, действия Вашингтона в адрес Каракаса еще больше разжигают кризис в Венесуэле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова